В Наринмаре стартовал фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка». В эти дни окружная столица превратится в театр под открытым небом, где сцены и декорациями станут улицы и площади города, а жители Наринмара одновременно участниками и зрителями спектаклей. Главные герои этого грандиозного события сегодня прилетели утренним рейсом из Москвы. Актеров встречала наша съемочная группа. Словно из-за кулис артисты фестиваля уличных театров появляются из самолета. Приветствует жестами северный город представитель древнейшего искусства пантонимы Сергей Синода. Здравствуйте! Как долетели? Отличное настроение было и у других главных участников культурного события. Ирина, как долетели? Отлично, шикарно и весело. Как реагировали на вас летевшие рядом граждане? Позитивно. Даже подходили с ребятами. Там зайчик был. С ним фотографировали, с детишки подбегали. Кстати, зайчик, который покорил сердца пассажиров еще в воздухе, актер уличного театра «Бусе» из Нижнего Новгорода. Кроме уличного театра «Бусе» и пластилиновый дождь, на одном рейсе из Москвы прилетели звезды пластического театра «Инверсия», Ярославского театра «Дети улиц», оркестр карнавальной музыки «Маракуты» из Москвы и коллектив с оригинальным названием, театр имени которого нельзя называть из северной столицы. Возглавляла творческую команду художественный руководитель арктической скрепки Марина Акишина. Мы попытались сегодня поднять настроение, поработать в интерактиве. Это было потрясающе. Нарьер Мар, мы вас любим. Мы им даже в микрофон сегодня там говорили. Милые горожане, приходите в ваш прекрасный город. Давайте его вместе будоражить. Напомню, интерактивное общение со зрителями будет проходить в театральной обстановке на протяжении трех дней с 1 по 3 сентября. Организаторы праздника обещают показать разнообразие уличных представлений. Музыкальная импровизация, уличная клоунада, современная хореография, театр огня и другие. Такой калейдоскоп жанров жители округа смогут увидеть благодаря финансовой помощи компании «Лукойл» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией НАУ. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».